Каждое утро мы идём мимо Дома правительства. Каждый вечер возвращаемся мимо Дома правительства. Каждое утро он встречает нас, каждый вечер провожает. Вся моя жизнь прошла возле Дома правительства. Столько связано разных воспоминаний. Сейчас, конечно, я выбрала не совсем удачное время для съёмок. Вокруг разрастаются постройки для проведения Формулы-1. Но наш Дом правительства не такое видел. Сегодня такое ветреное утро. Доброе утро. Ветер просто ледяной. И вот мы идём, гуляем, смотрим, что же у нас около Дома правительства. Дом правительства наш столько повидал на свою веку. И парады на площади, парады военные. На день 7 ноября, 1 мая мы все бегали, смотрели. Я прибегала, смотрела репетиции. Так было волнительно. И в тяжёлые наши дни тоже всё происходило на площади. Дом правительства многое видел. А сейчас он готовится во второй раз посмотреть соревнования. Формулы-1. Видите, как всё застроено? Уже всё почти готово. Конструкции для трибун уже выстроились. Уже выстроились около Сахила. А здесь у нас пока только вон видно. Конструкция готовится. Наш Дом правительства – это один из символов нашего города. Без него просто не представишь открытки, которые покупают туристы. Баку обязательно, обязательно на первых же открытках Дом правительства красуется своими четырьмя башнями резными. История нашей семьи тесно связана с Домом правительства. Мой дедушка был заслуженным миллиоратором республики. Работал в Доме правительства. Моя мама была ведущим специалистом Госплана. Тоже работала в Доме правительства. Сниму, пока гуляю здесь. Потом расскажу. Это вход, который смотрит на Хилтон нынешний. Тут у нас вот новая подземная огромная стоянка. Это въезд. Стоянка расположилась под площадью. А это Хилтон. Еще раз с ним. Шесть, семь, восемь, девять, девятиэтажный наш красавец Дом правительства. Вот эти колонны, которые как бы на втором ярусе, они перекликаются с колоннами в зале приемов зала дворца Шербаншаха. Хонари остались без изменений. Садик в центре с большими тепарисами с задней стороны Дома правительства. Пока цел. Хорошо, что он никому не мешает. Видите, у каждой боковой стороны три входа. Один центральный и два боковых с той стороны. А сейчас обратимся немножко к истории. Вернемся в тридцатые годы прошлого столетия. В Баку возникла острая необходимость постройки большого здания, огромного, которое вместило бы все министерства и основные ведомственные профильные организации. В тридцать четвертом году объявлен конкурс на лучший проект постройки такого здания. В конкурсе было три первых места. Это Руднев и Мунц, Дадашев и Усейнов и Синчихин. Выбор остановился на проекте Руднева, Льва Владимировича Руднева и Владимира Мунца. Лев Руднев, 1885 года рождения. В 1905 году поступает в Петербургское художественное училище. Учится у Леонтия Бенуа, Ивана Фомина. И дипломный проект проектом Руднева является работа, которая называется «Университет в столичном городе». Это будущий университет имени Ломоносова в Москве. Вершина творчества Руднева. Наш дом правительства построен в архитектурном стиле сталинский ампир. Это монументальный, тяжеловесный, помпезный стиль. И Руднев был непревзойдённым мастером сталинского архитектурного стиля, который был основным стилем в 30-е, 40-е, 50-е годы прошлого столетия. И вот в 1936 году начинается строительство дома правительства. Как мы уже говорили, здание должно быть очень большим, очень много организаций должно поместиться в нём. По словам, как говорил Руднев, как писал, архитектурное сооружение в нём не является главным, в каком стиле оно создаётся, а главное в том, что вкладывает архитектор в своё творение, как читается архитектурный образ. И архитектурное строение должно нести радость и бодрость тем, кто любуется им. В общей сложности строительство дома правительства растянулось почти на 20 лет. В 1936 году началось строительство и в 1952 закончилось. На время войны строительство было приостановлено. Сразу после окончания войны строительство возобновилось, и тут же был объявлен конкурс на лучший монумент Ленину. В этом конкурсе, в конкурсе побеждает Кориагды и Руднев. В 1955 году монумент был установлен. И Ленин с протянутой рукой приветствовал нас вплоть до 1991 года, до года, когда Азербайджан получил свою независимость. В этот год монумент был демонтирован и вытружен флаг Азербайджана. Я еще раз хочу сочетать фрагмент. Стиль в архитектуре был для Руднева не главной ее характеристикой. Он полагал, что... Кавычки. Дело не в том, в каких формах работает тот или иной архитектор, а в том, насколько содержательно все сооружение. Ясно ли читается образ? Воспринимается ли он зрителям, вызывая радость жизни и чувство бодрости? И еще небольшое маленькое интересное отступление. Французский художник XVII века, Клод Лорен, который в основном всю свою жизнь жил и работал в Риме. На его полотнах, на многих полотнах, присутствует интересное здание. Интересное здание на картинах, оно называется «Дворец Медичи». Но настоящий дворец Медичи ничуть не похож на это здание. Это здание похоже... Посмотрите на эти слайды. Нам остается лишь догадывать. Может быть, наш лев Рудник встретил где-то это изображение, увидел? И когда он создавал свой проект нашего Дома правительства, эти воспоминания все были у него в памяти. Ну вот, на этом и заканчиваем наше видео. Я думаю, что каждый, кто прогуливается около Дома правительства, испытывает радость жизни и чувство бодрости. Пока! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok